10 сентября 2021 года Московское Центральное Кольцо отметило первую солидную дату – 5 лет. До этого мало кто мог представить, что так называемый ржавый пояс столицы может успешно вписаться в транспортную систему мегаполиса, а тем более сделать его популярным у жителей. В проект не все верили. Кто-то даже говорил, что он не нужен городу, а поезда будут перевозить воздух. Но скептики были не правы. МЦК доказала свою успешность, навсегда изменив представление о роли железнодорожных перевозок в мегаполисе. В 2021 году Кольцо для своих поездок в будни ежедневно убирают более полумиллиона человек. МЦК стала настоящим трендсеттером в транспортной отрасли и продолжает развиваться. Московское окружное железнодорожное движение Дорога появилась в городе в начале 20 века. Первый поезд по ней пустили 19 июля 1908 года. В то время проект не имел аналогов в мире, а при строительстве задействовали лучших инженеров и архитекторов. Все объекты стали частью единого городского ансамбля, четыре больших и 68 малых мостов, 30 путепроводов, жилые дома для служащих, а также 14 станций и остановочных пунктов. Кольцо в несколько раз увеличило грузооборот Москвы, но признания у пассажиров не нашло. Жителям не нравилась удаленность от центра, отсутствие пересадок на другие виды транспорта и, самое главное, цена за проезд. Плату взимали за каждую версту, а полный круг обходился почти в три рубля. Это 20 килограммов картофеля или обед в приличном ресторане. В результате пассажирские поезда убрали, а в советское время рельсы использовали только для грузоперевозок. После закрытия части заводов в 1990-е годы за дорогой закрепилось название «Ржавый пояс столицы». Более 100 лет спустя железной дороге решили дать новую жизнь. МЦК – первая успешная попытка создания качественной железнодорожной инфраструктуры в центре Москвы. К 2012 году был согласован проект наземного метро и началась колоссальная работа. Около четырех лет специалисты, по сути, строили новую железную дорогу. Большинство мостов спроектировали заново, вместо старых путей уложили более тихие, бестыковые, обновили всю электрику и коммуникации, сделали транспортно-пересадочные узлы и теплые павильоны на станциях. МЦК стало первым проектом в рамках создания нового транспортного каркаса Москвы. Движение по кольцу запустили 10 сентября 2016 года под слоганом «Город стал ближе». Вначале пассажиров приняли 26 станций, с которых можно было пересесть на наземный транспорт, 12 станций метро и 6 железнодорожных платформ. А уже через пару месяцев их количество увеличилось до 31. Это позволило составлять маршруты, минуя центр города. На кольце запустили современные поезда «Ласточка». Сначала это были модели для междугородних перевозок, но к 2018 году парк заменили на городские составы, более вместительные, с просторным проходом, поручнями, местами для маломобильных пассажиров и креплениями для велосипедов. Преимуществом для горожан стала разработанная платежная система, единая с метрополитеном. С МЦК можно бесплатно пересесть в течение 90 минут на метро, а с ноября 2019 года на московские центральные диаметры. А чтобы пассажиры смогли оценить все удобства кольца, первый месяц проезд по нему был бесплатным. Кстати, не придется платить пассажирам и в день города, 11 сентября 2021 года. МЦК по сути стала 14 наземной линией метро. Запуск мегапроекта вдохнул жизнь в некогда депрессивные районы. На месте заброшенных территорий начали и продолжают строиться жилые и коммерческие объекты, появляются новые рабочие места. МЦК также не только улучшила транспортную доступность в 34 районах Москвы, в которых проживают более 3 миллионов человек, но и связала их между собой. Общественный транспорт стал доступнее для тех, у кого до этого не было метро в пешей доступности. Это касается жителей районов метро Городок, Бескудниковский, Коптево, Хорошово-Мневники и Нижегородский и других районов. Сегодня на МЦК открыта 31 станция. Можно сделать 26 пересадок на метро и 10 на железнодорожные станции, в том числе на 4 станции московских центральных диаметров. График работы кольца приближен к графику метрополитена с 5.30 утра до часа ночи. Сократились и интервалы движения поездов. Если при запуске МЦК поезд приходилось ждать от 6 до 12 минут, то с 2019 года от 4 до 8. Успех МЦК превзошел самые смелые ожидания. За первый год работы наземное кольцо перевезло 98 миллионов пассажиров, а в 2019 году уже 142 миллиона. Сегодня ежедневно МЦК для своих поездок в будни выбирают более 500 тысяч человек, а за 5 лет перевезено 633 миллиона пассажиров. В чем же секрет популярности МЦК у жителей? С самого начала правительство Москвы создавало не отдельную артерию, а вписывало МЦК в существующую транспортную систему. Москвичи быстро оценили и выгоду единой тарифной системы с метро и удобство пересадок между МЦК, метро и пригородными железнодорожными направлениями. Стало проще доехать и до аэропортов. Со станции Верхние Котлы можно пересесть на Аэроэкспресс до аэропорта Домодедова, а от окружной Шелепихи и Делового центра до Шереметьево. В 2021 году около станции Локомотив открылся «Восточный вокзал», который взял на себя часть междугородних поездов с Курского направления. Еще одно важное слагаемое успеха МЦК состоит в том, что с момента его запуска в центре внимания всегда находились пассажиры и их комфорт. Поэтому сервис на кольце совершенствуется непрерывно, как на станциях, так и в поездах, а все нововведения принимают с учетом мнения горожан. На кольце созданы все условия для комфортной поездки. Понятная навигация и стойкие живое общение, банкоматы и вендинговые автоматы с напитками и снэками, зарядки, розетки и даже электронная библиотека. Все продумано и для удобства маломобильных пассажиров. Лифты, подъемные платформы, пандусы, турникеты с широкими проходами. Как и на станциях метро, на МЦК работают сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров. Кстати, в прошлом году в «Ласточках» появились сидения с зелеными чехлами. Это места для людей с неочевидными ограниченными возможностями, для тех, кому тяжело стоять. Еще одно нововведение появилось в 2020 году. За идею создать «Вагоны тишины» москвичи проголосовали в проекте «Активный гражданин». В таких вагонах не рекомендуется разговаривать и громко слушать музыку, что помогает пассажирам расслабиться или поработать в дороге с комфортом. МЦК продолжает активно развиваться и интегрироваться с другими видами транспорта. Так, в 2022 году планируется соединить МЦК с киевским направлением железной дороги, единственной радиальной линии, где еще нет пересадки на наземное кольцо. Это получится сделать за счет строительства соединительной линии между киевским и белорусским направлениями, которая ведется для запуска МЦД-4. Между станциями «Окружная» МЦК и МЦД-1 уже в следующем году появится крытый переход, а на станциях «Зил» и «Ботанический сад» дополнительные вестибюли. В ближайшие пять лет новые вестибюли планируется построить на станциях «Деловой Центр», «Ростокино», «Верхние Котлы», «Крымская» и «Хорошова», а также соединить МЦК с перспективной Троицкой и Бирюлевской линиями метро. На будущее у МЦК самые амбициозные планы – фейспей, интервалы в три минуты и даже отсутствие машинистов. При этом главная задача – обеспечить безопасное бесперебойное движение и сохранить темпы роста пассажиропотока без дискомфорта для жителей. Один из способов снизить нагрузку в часы пик – запуск двухэтажных поездов. Первый такой состав в тестовом режиме курсировал по МЦК с 25 августа по 8 сентября. 76% москвичей, которые успели прокатиться на поезде, оставили отзыв, поддержав идею. Теперь экспертам предстоит оценить, подходит ли поезд для регулярных перевозок по техническим параметрам. Но глобально решить вопрос растущего пассажиропотока поможет сокращение интервалов движения поездов в часы пик до трех минут. Такой режим работы невозможно обеспечить без внедрения искусственного интеллекта и развития инфраструктуры. Поэтому на МЦК тестируется беспилотная транспортная система управления электропоездом «Ласточка». Замкнутое кольцо стало идеальным полигоном, безопасность жителей обеспечивает отсутствие пересечений с автомобильными и пешеходными маршрутами, а современная инфраструктура и новейший подвижной состав – отличная техническая база для автоматизации. В 2017-2019 годах прошел первый этап тестирования с обкаткой поезда «Ласточка» с уровнем автоматизации, который предполагает работу без машиниста. В ручном режиме осуществлялся только выход подвижного состава на маршрут и с маршрута следования. Остальное время машинист не управлял электропоездом, а лишь контролировал открытие и закрытие дверей вагонов. Этот отраслевой институт занимался разработкой систем автоматического управления движением электропоезда и тестированием беспилотной технологии. Для второго этапа на базе завода «Уральские локомотивы» создали поезд AS2G-136 с более высоким уровнем автоматизации. Новая система управления движением предполагает набор аналогичных функций, однако технология существенно усовершенствована и модернизирована. Теперь можно управлять поездом дистанционно в вечернее и ночное время без ухудшения параметров движения. Улучшено машинное зрение, навигационное оборудование, установлены новые лидары, датчики восприятия света, позволяющие распознать и отобразить мельчайшие детали окружающей среды. Датчики оснащены системой автоматической очистки. Улучшен и ряд других систем. Установлены камеры с более высокими характеристиками, дополнительные датчики спереди состава, на крыше и в зоне дверей вагонов. Пока поезд проходит испытания на МЦК без пассажиров и 2-3 раза в год на экспериментальном кольце акционерного общества в НИИЖТ в Щербинке. Там специалисты отслеживают, как система распознает препятствия и применяет торможение. За 12-часовую смену можно сделать 30-40 подъездов к разным типам препятствий на разной скорости при разной освещенности. Все эти параметры анализируют и после обучают нейронную сеть, которая является важной частью технического зрения. После этого мы возвращаем поезд на МЦК и смотрим, как система ведет себя на действующей инфраструктуре, рассказали в НИИЖТ. Если поезд выдержит все испытания, то в будущем, после прохождения сертификации и принятия необходимой законодательной базы, его могут допустить к перевозке пассажиров. Беспилотная система позволит обезопасить движение, существенно облегчить работу машинистов и, конечно, сократить интервалы между поездами. А сейчас предлагаем вам насладиться уникальными кадрами строительства Московского Центрального Кольца, снятыми в 2015 году. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...